Собачка говорит Коровка говорит Псих говорит Хватит уже дёргать за эту верёвку, ты тупой карапуз! Батарейки садятся, устройства ломаются от твоих ударов, А контакты заедают каждый раз, когда ты стуёшь его в рот! Батарейки садятся, тупые мамки, которые нарожают дебилов, не умеющих обращаться в техниках! Фёдор комикс рисует, нарисует всё, что захочешь ты, и улыбку дарует, Воплощая здесь все ваши мечты, Фёдор комикс рисует! Привет, с вами Фёдор комикс, и прежде чем выключить это видео и написать в комментах о том, Я подписывался ради... Ха, попались! Вы реально думали, что я включу вам повтор на тот самый выпуск про детские рисунки? Но я же не настолько садист! Судя по тому, что вы кидали в тему обсуждения, я чувствую выпуск очень долгожданный. Да, вы этого ждали, и он появился. Ведь новых выпусков не было уже, наверное, где-то... ПЯТЬ ЛЕТ! Отбирать просьбы на Фёдор комикс рисует, это для меня всегда какая-то адская боль. Я как с круш-мак так, в буквальном смысле, ныряю в них с головой и часами листаю, листаю, пока не натыкаюсь на что-то нужное. Это, конечно, доказывает, что если вы предложите действительно что-то хорошее, оно точно попадет, но мне это легче жизнь не делает. В этот раз всё стало ещё более хардкорно, и я предложил кидать мне детские рисунки. Была бы у меня машина времени, я бы предотвратил это. ПЯТЬ ЛЕТ! Назад! В следующем выпуске я буду рисовать ваши детские рисунки. Да, именно! Стой, 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 не говори, не говори, остановись! ПЯТЬ ЛЕТ! Спустя! Глаза замыливаются, рассудок затуманивается, и ты сам уже превращаешься в кривой детский рисунок. Оно что стоило? Потому что на свалке я в итоге нашёл настоящие алмазы. Но, Федя, зачем ты искал алмазы на свалке, когда есть места получше? Окей, я иронизирую, всё было не настолько печально. Однако одно всё же меня очень сильно покоробило. Зачем вы кидали в тему обсуждения, в которую надо было кидать детские рисунки? Ваши детские фото! Что? Почему? Вы не можете следовать инструкциям! Почему? Если указано одно... Чёрт, опять я его перегрузил. Оу... Всё не так, как это выглядит на самом деле. Скажу честно, когда я придумал идею этого выпуска, я вдохновлялся теми перерисовками детских рисунков, которые я находил на просторах интернета, где художники, профессиональные художники перерисовывали детские рисунки, давая им вторую жизнь, воплощая в них какую-то свою фантазию и, соответственно, придавая им логический вид. Некоторое из ваших предложений, из того, что вы скидывали, было действительно то, что я искал. Например, вот у Анастасии Олет, которая пишет, что делала этот рисунок в пять лет! В любом случае, именно то, что я искал, она и предложила. Это непонятно что. Ну, именно потому что это непонятно что, это и представляет огромный простор для фантазии. Я вижу это большой ракетой, большой ракетой с системой самообеспечения, которая содержит целый дом, то есть она может путешествовать, возможно, замораживаться на время длительного полета. В детстве я тоже очень сильно любил рисовать ракеты, знаете, оплот моей детской фантазии, оплот всех рисунков, которые когда-либо у меня были в раннем возрасте, это храмы и ракеты. Ну, еще жирные коты, да-да. Кстати, вышел вполне себе космический гроб, который был в арт-баттле с ребятами. То есть в гробе есть Wi-Fi. А что вы видели здесь вы? Пишите в комментариях. Я думаю, что стоит изобразить Илона Маска. Мне кажется, сейчас он как биткоин, в каждой бочке затычка. Да, и раз уж речь зашла об отсылках и космосе, нельзя забывать и о величайшем сериале всех эпох Рик и Морти, который могут понять лишь люди с IQ от 200 и выше. Ставь лайк, если понял эту тончайшую высокоинтеллектуальную отсылку. Блин, это еще только первый рисунок, а я уже утомился, рисуя его. Окей, роботы, раз вы такие умные, раз вы пришли, чтобы заменить людей на кожаных мешков, человеков. Попробуйте в этот раз справиться сами. Окей, Гугл. Преврати меня в этот детский, милый, непосредственный, но очень плохой рисунок кошечки в шедевр. Может я выбрал не то, ладно, окей, попробуем еще раз. Вот, возьму кота Карина Земляникиной. Их не спасти. Я пока что все больше понимаю, что искусственный интеллект это не угроза для меня. Давайте узнаем, заберет ли робот мою работу в итоге. Судя по всему, мне еще очень долго не придется волноваться об этом. Федор Комикс рисует. А тут у нас есть еще один очень милый. Что это? Это типа какая-то роботехника в Белоруссии, наверное. С малиновым вареньем есть, чтобы не простудилась чая. Судя по устам. Тазики с различного рода продуктами сельского хозяйства. Модель трактора достойная 21 века. Знаете тот мем, где Россия и Дубай и гуси, которые ходят туда-сюда? Я предлагаю добавить туда еще и Беларусь. Так, а вот это походу тунеядец, который не хочет собирать картоху. Разлегся здесь. Я думаю, что комбайн его утилизирует и превратит в биомассу для удобрений. И продолжу дальше собирать урожай. Музыка Ну а что? Ни одной же России иметь криповых роботов-чиновников. Сергей Михайлович, разрешите представить вам робота, в памяти которого бюджет Ленинградской области. Добрый день, вы автономный робот. Я внести в свою память мистер. Федор комикс рисует. Вух. Это что, солнце? Замечательно. На самом деле, ни одного в детстве было криповое ощущение, когда в мультиках и фильмах у солнца изображали лицо. Это было очень распространено, особенно в телепузиках. Я не знаю, это было крипово. Замечательно. Ну, тут действительно все на месте, даже Биби есть. Это, к слову, почему я посчитал всех. Это, к слову, может быть, автор могла кого-то замазать из тех, кто есть. Но нет, нет. Все на месте. Все из основного каста на месте. Кроме этой «Черной дыры». Я бы подумал, что «Черная дыра» — это Нюша. Но Нюша уже есть, поэтому... Сейчас, если подумать, что если этот смешарик всегда там был? Что если... Все время он был в тени? Мы ведь и правда не замечали его раньше. Вот он в серии про футбол. Вот здесь, да. Вот он в серии про гонки. А вот это очень романтичный момент в серии про звезды. Ну, смотрите, что он там делает. Это довольно жутко. Что это? Что это? Он... Он говорит барашу копать себе могилу! Таня Русинова не поскупилась и присылала целую серию красочных рисунков. И из всех мне пригнулся именно вот этот вот. Вот этот со Шреком Альбиносом Милой Шляпки. Но хорошо все это лишь на первый взгляд. Если присмотреться, этот тип выглядит довольно жутко. Даже несмотря на милую шляпку. Такой жирный, усатый. Что он понамешал в эти шарики с мороженым? И точно ли это шарики с мороженым? А не какие-либо другие шарики? Я думаю, что у него на счету не одна жертва. На солнце смотрит, мразина. Ух, больной ублюдок. Я говорил ему не доверять. Шрек – это любовь. Шрек – это жизнь. Федор комикс рисует. Федор комикс рисует, в отличие от меня. Я думаю, не нуждается комментирование. Я просто обожаю эту игру. Обожаю ее создатели. Также присылайте ваши перебивки. Федор комикс рисует. Ну и так далее. На почту. Она указана на экране. Она указана в описании. Лучше поведут выпуск, как это было в этом выпуске. Я невероятно рад, что мы так разбавляем креативными вставками вашими. Но самое сочное я оставил напоследок. Юля Журавлева переделала всю заставку. Она ее перепела и перерисовала. Сейчас вы ее увидите. Приятного просмотра. Да, это настолько круто, что я позвал ее в наш новый коллаб. Вы увидите ее в нашем новом анимационном коллабе.